Бою, бою, боюшки, жил мужик на краюшке. Он не виден, не богат. Ты понимаешь? Меня зовут Александр Гальпер. Я русско-американский поэт и социальный работник, актер, писатель. Актер, как бы, никудышный в каких-то или малобюджетных, ни в чем стоящем особенно не снялся. Аля! Привет, Эрик, как дела? Ничего, как сам? Ну, как там твоя Ирочка? Нормально все. Значит, это что? Ну, у меня с Юлей тоже все в порядке. Иногда поругиваемся. Значит... Поебываемся и поругиваемся. Ой, а куда деваться? Значит... Так я тебя тогда шестого в субботу жду, да? Да, конечно. Да, да. Ну, будем надеяться, там будут еще какие-то девушки. Кроме наших... Я приглашаюсь, надеюсь. Как я могу во время коронавируса кого-то приглашать? Я же не могу брать такую ответственность. Непонятно, да, когда творчеством занимаюсь, как иметь семью, как иметь детей. Ко мне приходят эти черные из праджектов. Мы там 30 или 40 лет, он уже дедушка. В этих праджектах, у него там на разных этажах girlfriend. У каждого girlfriend от него дети. За все welfare платят. У него там girlfriend на втором этаже, на 10-м, на 20-м служишь. Он на лифте ездит, как бы, да. Наркотики у них, никто нигде не работает, да, как бы. У них хорошая жизнь. Ты понимаешь, ему уже 40 лет, он уже дедушка. Можно жить. А мы своего не можем заиметь. Непонятно как, непонятно куда, какие ворота битвы. То есть, что у нас, как бы, наступить на горло, собственно, песни. И просто... Ну ладно. Вася, роза полевая, Вася, ландыши из ручья, баю-баю, Васеньку бай. В 2006-м или 2007-м году я первый раз поехал в Россию после эмиграции. Но я, как бы, никогда там и не жил, я из Киева. И в Москве на моем выступлении пришел один поэт со своей девушкой. И я познакомился с ней. И потом она мне написала. И вот у нас была там бурная ночь страсти. И я уехал. И я о ней, как бы, не задумывался. О ней улетел и забыл, да? Тем более, когда я ехал, мне говорили, ой, ты сейчас привезешь русскую блогинку голубоглазую из России. А Дженни была наполовину еврейка, наполовину папа у нее из Мавритании. То есть она была наполовину еврейка, наполовину смухлая индианка. Невеста. Моя московская невеста была еврейкой и одновременно русской националисткой. Помню, как она мне в доску пьяному объясняла, как такое возможно. Я так ничего и не понял. Когда она на Новый год на Большом Каретном поставила пластинку «Хор Красной Армии», я расплакался и впервые заподозрил, что до Америки я ее не довезу. И она мне звонила в Нью-Йорке, писала, я не сильно отвечал. А потом мне друг говорит, она перерезала себе вены. Ну вот ты там ее игнорировал, я отвечал, она перерезала себе вены. Я говорю, как? Я никогда в жизни, особенно тут в Америке, женщины нас прокидывают вовсю. Я никогда не думал, что я большой такой мужчина, что из-за меня кто-то будет сфер резать вены. Я ей позвонил в больницу, мы начали говорить, она вышла. И потом мы каждый день говорили по часу, по два, по телефону, по три. И я потом приехал на целый июль, где-то через полгода после первой страстной ночи. Я приехал на целый месяц в Москву. Она жила на Большом Каретном, в том доме табличка, что здесь жил Высоцкий. И целый месяц я с ней жил, и все было замечательно. Я уехал в Нью-Йорк, в смысле в том, чтобы сделать ей американскую визу. Моя мама не хотела мне давать, на свидетельство о рождении, какие-то документы. Я очень с ней поругался, я перестал с ней общаться. В конце концов, мама сдалась, дала мне все документы, сделал ей невестащую визу. И приехал через год в декабре в Москву, чтобы вместе справить с ней Новый год. И через неделю-две пойти в американское посольство на интервью вместе. И вместе с ней уже в январе вернуться. Мы опаздывали на мероприятия, которые были в 7 или в 8 вечера, потому что мы ложились спать в 5-6 утра. Просыпались в 5-6 днях. Была такая богемная московская парочка. Мы потратили за мои приезды две кредитные карточки. Мало того, что я не привез жену, так я еще был минусом 10 или 15 тысяч по карточкам. Ходили, гуляли в Москве, кожать по ресторанам или по тусовкам. Хорошо там было быть с долларами, а без долларов там было как бы непонятно, как их получить. И с этой черной девушкой тоже надо выспить. Здравствуйте. Да, сегодня мне 50 лет у вас. Спасибо. Ну, когда я вернулся, прилетел в Москву, она сказала, что она не хочет никуда уезжать. У нее здесь очень активная жизнь. И чтобы я оставался, и мы будем делать революцию, будем бороться с Путиным. Она, по-моему, была в Лимоновской группировке, в каких-то других еще политических группировках. Потом я был в Питере, когда... Это когда они хуй на мосту нарисовали. И они меня звали с собой на эту акцию. А я испугался. Я не понимал, зачем мне это. И я не понимал, зачем это все надо. Опять же, что мне с этого хуй... У меня же это как-то имело смысл для других. И я сказал ей, что... Какая революция, какой Путин. Я вообще киевский еврей, живущий в Америке. Какая мне разница? Я вообще не понимаю, чем Путин мешает мне жить. Киевскому еврею в Америке. Был большой скандал. Мы ругались, ругались, ругались. И она порвала американскую визу или эти документы на интервью. И я вернулся в Нью-Йорк один. И меня друзья хричали в JFK с лимузином, с цветами. Говорят, а где невеста? Я говорю, невесты нет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня была большая депрессия Думал о самоубийстве У меня коллега была Индианка, такая же смуглая Я не мог, когда она подходила ко мне Меня просто током било Потому что у меня все индианки были Я ассоциировал их с Дженни За ваше здоровье Это правда И я не комментирую свою личную жизнь Столь лаконичный комментарий Российским информагентством Сегодня дала Дженни Курпин Уроженка Москвы, а ныне жительница Финляндии Которая внезапно прославилась на всю Россию Да и не только Сразу после того, как вышла замуж Где-то вот, сколько там, год назад Мне звонит Один друг и говорит Слушай, твоя это самая Бывшая невеста Вышла замуж за маньяка в тюрьме Я говорю, как, что? Причина повышенного внимания Личность супруга Как стало известно Недавно посетила одну из тюрем Дании Где расписалось внимание С пожизненно осужденным Подданным королевства Петером Матсоном Тем самым миллионерам-изобретателям Что пару лет назад Заманил на борт построенной им подводной лодки Шведскую журналистку Ким Вайл Убил, расчленил И вытянул останки в открытое море Да, там шуму на весь мир наделал Но это какой-то сумасшедший датский изобретатель У которого свои мысли Как перестроить весь мир Убил, там расчленил журналистку Потому что у него там в голове Какие-то куча проблем Она стала бы писать в тюрьму Потом приехала, навестила И потом как бы они влюбились друг в друга И она вышла за него замуж в тюрьме В общем И стала бороться за его освобождение То есть Мои как бы Еврейские родственники Увидели ее в новостях Мне звонили Вот собственно и Курпин Теперь называют не иначе Как молодой женой Датского маньяка-рочленителя И пытаются понять Зачем ей понадобился брак Ну вот с таким персонажем Девушка с изюминкой Нет ничего приятнее Чем проснуться в воскресенье утром Нежиться в постели Радоваться, что не надо бежать на работу Ключить телефон И узнать, что бывшая невеста Вышла замуж в тюрьме за маньяка Приговоренного к пожизненному За изнасилование убийства женщины Невинной А труп потом расчленил Я вспоминаю мою бывшую И желаю ей счастья до любви Теперь у нее законное право На одну ночь страсти в месяц В тюрьмной гостинице с маньяком Сколько я ей написал пламенных стихов Вспомнили она обо мне в эту ночь Или ей будет не до меня Я всегда знал, что она великий человек И далеко пойдет Всегда обожал девушек с изюминкой Баю, баю, баюшки Не ложись на краюшке Придет серенький волчок И утащит зомбачок И утащит зомбачок Под ракетовый кусток И получилось, что я вернулся потом С квартиры в Большом Каретном В свою квартиру в Бруклине В Бенсенхерсте И как бы С того, чтобы я был как бы В центре всего И Места, где у меня были чтения Каждую неделю От любимой женщины Вернулся В какое-то полное одиночество И не чтение И не любимая женщина Ну, да, это было тяжело Вернулся как бы Как на неопитаемый остров Что неожиданно, да Оказывается Что два мира Знаешь, что есть какой-то Русский эмигрантский поэт В Бруклине, да Который работает на каких-то Второсортных работах Таксистов Или там На Велфер офисе А по московским меркам Как бы получается Был такой Такая звезда американская Иногда думаю Что я мог бы сейчас Быть не каким-то Нью-Йоркским соцработником С бомжами И наркоманами А мог сейчас Как бы так Быть где-то На гребне Какой-то гламурной славы С любимой Женщиной Хоть так Позвонила тетя Ида Из дома престарелых Саша Она теперь такой Известный человек Так ты теперь тоже Надо полагать Известный человек Как и ее Бывший Слава Богу Я всю жизнь Хочу, чтобы С тебя что-то получилось Ну хоть так Все, будем ждать гостей ваших Да, да, да Уже тут Наспадут клевушек Это есть Как это Знаешь Нужна же ложка к обеду Это Не понимаю Сколько народу придет Ты понимаешь Люди привыкли Там На какие-то мероприятия Опаздывать Особенно если Начинается в пять В Америке У меня был стереотип Потому что Очень было мало Женщин С которыми Как бы Мог поговорить Об искусстве Литературе То есть Что женщина Они не для разговоров Женщина Как бы Для секса А все остальное Ты как бы Пропускаешь мимо шеи Поддакиваешь Да, да, да Что женщина Не может быть Интересна Ты понимаешь А тут Вдруг Как бы Женщина С которой могу Разговаривать Бесконечно И даже думать О каких-то Глубоких вещах Каким-то Глубоким Каким-то Выводом И Она думала Что она Выходит замуж За революционера Панка А я Этот Как бы Оба Давай в Америку Домохозяйкой Сиделкой Приезжай Я говорю Сюда Тоже найдешь Работу Будем делать Деньги И потом Как бы Будем семья Будут дети А что ты хочешь Ты хочешь Делать Всемирную Революцию Что ты хочешь Ты хочешь Нормальную Семью Пожалуйста Достоевский Кавка Они же были Как бы Просто Тоже Такими Клерками Так что Они были Мещанинами Фенимор Купер Был каким-то Клерком В Манхэттене И писал Себе эти Романы Про индейцев Которых Никогда не видел Можно быть Революционером Панком Как бы На самой обычной работе Ты понимаешь Понимаешь То есть Я как бы Доволен Своим 50-летием Какой-то Нормальный Какий-то Нормальный Гелфренд Более-не-менее И Какое-то Литературное Признание Мой первый Мой первый приезд В России Я понял Что я Не говно А я Звезда Это было Что девушка Может из-за меня Резать вены Ты понимаешь А кто я Такой Чтобы из-за меня Резать вены Неужели я Такой крутой Чтобы из-за меня Резали вены Ух ты И оказывается Не такой Это простой То есть В Нью-Йорке Тут Меня обходили Девушки Несадная дорога Да Как бы А тут За меня вены Режут Хо-хо-хо I like this country Ты понимаешь То есть Это Ну да В общем Сема Сема Ты Спас Все мероприятия Я уже думал Что я буду Один Бою Бою Боюшки Жил мужик На краюшке Он не беден Не богат У него много ребят У него много ребят Все по лавочкам Сидят Все по лавочкам Сидят Кашу с маслицем Едят Побег из зимы Тем декабрем Качаясь в кресле И почитывая руми Я перестал отражаться В зеркале Ты заревела Как теперь Тебе доверять А в январе Я стал Левитировать Нервируя тебя Шуршанием Томика Я могу Люди Но ты научилась Как ковбой Натягивать Накидывать Ласса И затягивать Назад Постелью А в феврале Я стал Самого сгораться Но ты спала С огнетушителем И мгновенно Гасила Мой план Дерзкого побега В Персию Двенадцатого Века Затягивать Назад Постелью Спасибо Пирожочки З дворожком Пишки З кислим Молочком Баю-баю-баю-бай Поехал Деться Рыбой И привез он Чебачка Все раздутые Пачка И привез он Щучку Сакимкину Ручку Сакимкину Сакимкин Сакимкин Сакимка